Наша сегодняшняя тема – это превосходная степень. На французском она звучит То есть, если переведём, мы увидим два аспекта. Супериоритет – это превосходность, а инфериоритет – это то, что ему предоставляют, это недостаточность, неполноценность. То есть простым языком это в одном случае, когда мы употребляем «плю», «ты самый красивый», «самый лучший» и так далее. А в другом случае «ты наименее», «le moi», «наименее понятный», «наименее съедобный» и так далее. То есть это «пра плю» и «пра муа». И сосредоточимся мы сегодня на прилагательных регулярных. Что это за регулярные прилагательные? Сейчас приведём примеры. Это те, что не меняют свои формы. Это, например, «пюти», это прилагательное «бо», это прилагательное «любое», в принципе, «intéрессон» практически. То есть мы с вами отдельно пройдём прилагательные, которые меняют свою форму вот в этом контексте, в контексте сравнения и превосходной степени. Далее. У нас есть с вами два элемента, про которые я уже говорила. Это «плю» и «мо». То есть «ты» наиболее какой-то и наименее какой-то, чтобы мы уже все в голове представили. И чем отличается суперлатив от обычной сравнительной степени? Ну, например, вы можете сказать «книга интересная». Книга самая интересная. Этот суп вкусный, а вот этот наименее вкусный. Чувствуете? И сейчас вы можете остановить это видео и вспомнить, как вот мы из простого вот этого «плю» и «мо» сравнительного делаем превосходную степень. И давайте попробуем на примере вот такого сочетания «une belle robe». «Красивое платье». Попробуйте, пожалуйста, сейчас создать сочетание предложения «самое красивое платье». И для тех, кто сделал, пишем вместе. Во-первых, так как это самое красивое платье, уже будет определенный артикль. «La plus belle robe». А все остальное остается прежним. «La plus belle robe». Определенный артикль. Это первый случай. Посмотрите, пожалуйста, на второй случай. «Un livre intéressant». Интересная книга. Какая-то одна интересная книга. Теперь нам нужно сделать самая интересная книга. И сейчас не хочется мне, чтобы вы делали ошибки. Это, конечно, полезно, но в данном случае мы сейчас с вами потренируемся. Обратите внимание на то, что здесь у нас «la belle» в первом случае, это прилагательное, стоит перед этим словом, к которому оно относится. А во втором случае «interessant» стоит после. И да, это будет влиять на то, как формируется вот эта превосходная степень. Если вы знаете, то пишите, не знаете, давайте вместе делать. И у нас получится. Во-первых, как мы уже с вами знаем, артикль станет определенным, потому что это самое, это одно, мы точно знаем, о чём речь. Далее мы пишем сразу слово «книга» – «le livre». Но не просто «le livre plus intéressant», как хотелось бы многим. Напишите, так или не так. А ещё по правилам. В тех случаях, когда в сочетаниях предлагательное должно стоять после существительного, в превосходной степени добавляется ещё один артикль перед вот этой превосходной степенью прилагательного. «le livre le plus intéressant». Не странно, вот такое вот правило книга самое интересное. Поближе вот к этому прилагательному мы ставим этот артикль. И сейчас вы выключаете меня на некоторое время и ставите вот эти два предложения, но уже вот в эту отрицательную превосходную степень с частичкой «moin». И для тех, кто сделал, давайте попробуем. У нас получается в этом случае было самое красивое платье, а стало платье наименее красивое. И, кстати, французы так часто говорят, они концентрируются именно на позитивном. Я всегда такой пример привожу. у тебя не хуже что-то, а у тебя менее хорошее. И мне кажется, этот подход мы можем тоже себе заимствовать. Получилось И во втором случае было «Le livre le plus intéressant» И получилось во втором случае «Le livre le moins intéressant». И не забывайте делать «Le moins intéressant» «Le plus intéressant». И посмотрите, пожалуйста, у нас здесь с вами небольшое задание. Дорогие машины и «en joli vase». Я вам дам минутку. Сейчас включу секундомер. Вы делаете это сами. Может быть, вам понадобится больше, чем минута. И далее мы с вами построим четыре предложения по два на каждый пример. Начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Проверяем. Наши машины дорогие. Самые дорогие машины. «Le» Опять же, у нас 100% будет уже определенный артикль. И так как у нас прилагательная «share» стоит после существительного, то сначала пишем просто «voiture», потом еще раз повторяем артикль и пишем «moin» или «plus cher». И получается, повторяйте за мной, «les voitures», «les voitures», «les moins cher», «les voitures», «les plus cher». Это случай второй. Я специально в данном случае начала со второго, с того, которого мы видели позже. И теперь «un joli vase». В этом случае у нас предлагательная стоит перед, и получается «le», «plus» или «moin», мы можем с чего угодно начинать. «le plus» или «moin» «joli vase». И все. Давайте повторим оба варианта. «le plus joli vase», «le moins joli vase». И voilà. Мы с вами сделали все. И вот такую небольшую тему прилагательных именно «в» в превосходной степени мы прошли. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Если понравилось видео, реагируйте. И дальше будут еще похожие темы. И будем развивать эту. Объединение.